Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине до сих пор не подписались, мы бы рекомендовали это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто. В том числе и обзоры на машине в формате тест-драйвов и в формате обзоров технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Одним из востребованных форматов на вторичном рынке является компактный хэтчбэк, как правило, пятидверный. Конечно, в сибирском регионе и восточнее основную массу таких автомобилей составляют праворульные модели, такие как Honda Fit или Toyota Vitz. Но были и среди леворульных автомобилей машины подобного класса, причем довольно успешные, которые продавались в нашей стране новыми, и за которыми даже в свое время собиралась очередь купить подобный автомобиль, без ожидания было попросту невозможно. Соответственно, были некие качества у машины, за которые люди и были готовы платить деньги, а также тратить немалое время на ожидания. Давайте посмотрим один из таких коммерчески успешных автомобилей поближе и постараемся разобраться, что к чему. Встречайте, Hyundai Getz. Hyundai Getz был презентован широкой публике в 2002 году. Эта модель – настоящий долгожитель конвейера. Последние экземпляры покинули сборочные линии аж в 2011-м, то бишь выпуск автомобиля продолжался целых 9 лет. В 2005-м внешность машинки слегка обновили, поправив оформление передней части. Также некоторую модернизацию претерпели и двигатели. Вариантов кузова здесь было два трех-либо пятидверных хэтчбека на российском рынке. Эти машины предлагались сугубо с бензиновыми агрегатами, объемом 1.1, 1.3, 1.4, либо самый мощный вариант на 1.6 литра и в разной мощности от 66 до 106 лошадиных сил. Коробки передач только механические для мотора 1.1 и механика либо автомат на выбор для всех остальных движков. Привод у этих моделей был сугубо передний. Наш сегодняшний экземпляр это рестайлинг 2006 года выпуска с максимальным мотором 1.6 на 106 лошадей и автоматической коробкой передач. Hyundai Getz это компактная машинка. Длина кузова автомобиля 3,81 м, ширина 1,66 м, а высота 1,49 м. Колесная база этого хэтчбека 2,45 м, а радиус разворота всего 4,8 м. Автомобиль довольно маневренный и удобный в городской толчее. Что касается лакокрасочного покрытия, окрашены они не толстым слоем. В большинстве случаев разброс показаний толщиномера на этих автомобилях будет лежать в диапазоне от 90 до 120-130 микрон. Покрытие быстро царапается, покрывается скольчиками, но вот цвести они особо не торопятся. У этой машины оцинкованные кузовные панели. Конечно, это не отменяет необходимости осмотреть понравившийся Getz очень внимательно, в том числе и на подъемнике, поскольку нарушение целостности заводского ЛКП вполне может привести впоследствии к коррозии. Так что с поправкой на возраст этих автомобилей, скорее всего, вам придется иметь дело с окрашенными элементами. Зоны риска абсолютно стандартные. Низы дверей, пороги и низ кузова. Особенно это касается задней части. Что касается объема багажного отделения, у компактного хэтчбека Getz эта цифра не особо впечатляющая. 254 литра. Это на самом деле не очень много. Багажник здесь достаточно короткий, но при этом глубокий. Погрузочная высота относительно большая за счет выступающей части проема снизу, но при этом погрузить сюда можно что-то более или менее высокое. Если же вы сложите спинки задних сидений, которые здесь, конечно, в ровный пол не падают, а получается довольно существенная ступенька, то объем багажного отделения у вас увеличится до 1130 литров. Если же вам нужно больше погрузочного объема, вы можете сложить сидения. Причем в данном случае сидения кувыркаются вперед на манер того, как это происходит в Mitsubishi Outlander XL. Объем багажного отделения в этом случае возрастает до 1130 литров. И увезти здесь что-то более или менее габаритное уже становится можно. Что касается каких-то дополнительных удобств по багажнику, здесь на самом деле практически ничего нет. Если не считать двух небольших полочек в боковых панелях, плафончик освещения, да, собственно говоря, фальшпола, под которым у нас находится полноразмерное запасное колесо. С багажником вроде разобрались, теперь про салон. Салон у компактного автомобиля, само собой, тоже относительно компактный. Единственный момент, что по высоте здесь хороший запас над головой. Посадка в автомобиле в принципе может быть названа удобной, но опять же не всем, в зависимости от водительских привычек. При моем росте 1,86 м мне удалось в принципе подобрать за рулем нормальную адекватную посадку, с которой я бы на автомобиле ездил. Что касается регулировок, руль в данном случае регулируется только по наклону. Регулировки по вылету у рулевой колонки нет. Что касается диапазона регулировок кресла, водительское сидение назад отодвигается, скажем, не слишком далеко. И регулировки по высоте и по наклону подушки здесь реализованы традиционным для корейцев способом при помощи вращающейся круглой ручки. Что, мягко говоря, неудобно. И если опустить сидение максимально вниз, посадка все равно остается очень высокой. Так что, если ваш рост под 1,90 м или еще больше, этот автомобиль вряд ли вам подойдет. Упоры под локти здесь есть как у водителя, собственно, в виде подлокотника, так и на левой стороне на дверной карте. По кнопочкам и органам управления все предельно просто. Четыре привычных стеклоподъемника, регулировка боковых зеркал. На руле никаких кнопок в данном случае нет. Подрулевые переключатели расположены удобно и работать ими можно без всякого напряга. Тянуться никуда не приходится. По правой стороне клавиша включения-выключения противотуманных фар, кнопка аварийки, да блок управления печкой и кондиционером. Климат-контроля здесь нет. Самый обычный кондиционер. Крутилки удобные, понятные. И, кстати, при осмотре поддержанного экземпляра убедитесь, что все это нормально и исправно функционирует. И что вентилятор отопителя у вас не визжит на максимальных скоростях работы. Также в данном случае в комплектации у нас присутствуют подогревы сидений. Кнопки расположены очень оригинально за селектором коробки передач. И внизу у нас две 12-вольтовые розетки, одна из которых служит также гнездом для прикуривателя. По части обзорности вперед к этому автомобилю претензий нет и быть не может. Разве что, как на большинстве машин с подобной формой кузова, здесь абсолютно невидимый капот. Как бы вы не выставляли кресло, край капота вы не увидите. Зато передняя панель отодвинута по-минивэновски. Очень далеко, сама по себе она низкая. Практически вся ее верхняя часть это полочка, куда при наличии нескользящих ковриков можно что-то положить. Довольно удобно. Линия остекления здесь очень низкое ощущение зажатости и нахождения в бункере, конечно, не возникает. А вот боковые зеркала, дань моде тех лет, могли бы быть и побольше. Они маленькие по площади, плюс скошенная форма. Довольно-таки ограниченный обзор. Так что не удивлюсь, если кто-то из владельцев ГИЦА предпочтет добавить сюда, например, круглые линзы, чтобы убрать слепые зоны. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Заднее сидение этого компактного хэтчбека формально рассчитано на трех человек, о чем говорит наличие среднего ремня безопасности. Само сидение в данном случае практически абсолютно плоское. Это касается как подушки, так и спинки сидения тоже. Спинка сидения имеет регулировку по наклону, правда в довольно ограниченном диапазоне, скажем так. И в данный момент оно выставлено в максимальный наклон назад. По запасу пространства колени у меня упираются в переднее кресло, несмотря на наличие здесь выштомповки. Но если бы водитель был менее рослый, скорее всего мне удалось бы здесь нормально устроиться. Зато места для ступней под сидением достаточное количество. Что касается упора под локти, центрального подлокотника здесь естественно нет. Есть только довольно жесткий подлокотник на дверной карте, он пластиковый и не особо, скажем так, удобный. Из удобств для задних пассажиров собственный плафон освещения, большой подстаканник посредине и кнопка стеклоподъемников. На этом в принципе все. Ах да, есть еще крючок, на который можно подвесить нетяжелый пакет до 3 кг весом. Что касается подкапотного пространства и его содержимого. На рестайлинговых гетцах стояло 3 варианта бензиновых двигателей, но это на российский рынок. Самый базовый двигатель в линейке, который сочетался сугубо с механической коробкой переключения передач, это мотор с индексом G4HD. Это чугунная рядная четверка, абсолютно простая по конструкции, с одним верхним распредвалом, без гидрокомпенсаторов, ременным приводом ГРМ и без всяких дополнительных сложностей. Этот двигатель выдавал всего 66 лошадиных сил. Назвать такую мощность достаточной даже для компактного хэтчбека довольно затруднительно. Для того, чтобы комфортно с потоком перемещаться в городе, вам придется постоянно этот мотор выкручивать. Естественно, про топливную экономию, даже на фоне больших по объему двигателей, вам придется забыть. Этот же аспект предопределяет и меньший ресурс. Данные моторы ходят порядка 250 тысяч километров плюс-минус до того, как им понадобится капремонт. Кстати, на них есть ремонтные размеры. Из основных неприятностей это страдающая от перегрева головка блока цилиндров, которая здесь алюминиевая, ну и плавающие обороты холостого хода, которые могут быть связаны как с дроссельной заслонкой, так, собственно говоря, и с системой зажигания, которую нужно поддерживать в порядке. Два других мотора, наиболее распространенных на этих машинах 1.4 и 1.6 литра, по сути дела, являются близнецами. G4EE и G4ED, как в нашем случае. Объем 1.4 это 97 лошадиных сил, объем 1.6 это 106 лошадок. Последний мотор является максимальным для данного автомобиля. Двигатели также старинные по конструкции. Здесь также чугунный блок цилиндров 4 в ряд. Головка блока на 16 клапанов уже легкосплавная. Самый обычный распределенный впрыск топлива, но на моторах 1.4 и 1.6 стоят гидрокомпенсаторы, которые, хотя и могут цокать на холодную на машинах с большим пробегом, но зато до этого момента позволяют вам обходиться без такой процедуры, как регулировка клапанов. Привод ГРМ на таких моторах комбинированный ремень основной, плюс между распредвалами есть связующая цепь. Кстати, регламент замены ремня ГРМ это 90 тысяч километров, но на практике бывали случаи, когда он столько не выхаживал, поэтому для собственного успокоения ремень лучше менять раньше, хотя бы раз в 60-70 тысяч. Кстати, при обрыве ремня клапана здесь гнет. Несмотря на нормальный объем двигателя, масло в эти движки заливается не так много, всего 3,8 литра, вязкость 5W40. В плане бензина моторы абсолютно непривередливы и спокойно переваривают 92-й. В силу конструктивной простоты этих двигателей, большая часть проблем на них абсолютно типична для любых агрегатов с пробегом и, как правило, связана с подтеканием масла по разного рода уплотнениям, прокладкам клапанных крышек, а также сальникам коленчатого вала. Ну и имейте в виду, что к пробегам свыше 200 тысяч километров эти моторы могут начинать подъедать масло. Причиной тому могут быть как задубевшие маслосъемные колпачки, так, собственно, и подзалегшие колечки. И эти двигатели, в отличие от моторов современных поколений, в принципе, есть шанс вернуть к жизни при помощи раскоксовки. Как и младшеобъемный предшественник, эти двигатели вполне себе ремонтопригодны, а их практический потолок порядка 350-400 тысяч километров. Что касается ходовой части Hyundai Gets, вообще рекомендации при осмотре автомобиля снизу. Но перед тем, как переходить к ходовке, кое-что про коробки передач. Эти машины комплектовались либо механической, либо классической автоматической коробкой. Что касается надежности автоматов, она до 2008 года могла иметь, так скажем, нюансы. Так что машину более старую на предмет работы автоматической коробки обязательно нужно досматривать тщательнее, включая и тест-драйв. Помните, что автомат не должен пинаться, толкаться и издавать посторонних звуков. Интервал замены масла в этих трансмиссиях около 60 тысяч километров. Ну а что касается механики, при осмотре снизу обратите внимание на целостность сальников-приводов, поскольку на ГИЦах часто встречается течь таковых. Если говорить про ресурсы МКПП, сама коробка ходит нормально при условии наличия в ней масла. Но сцепление менять придется где-то раз в 100-110 тысяч. Под замену, как правило, уходит не только диск и корзина, но и выжимной подшипник. По ходовке это классический маленький хэтчбэк. Здесь Макферсон спереди и зависимая подвеска сзади. Что касается ресурсов компонентов ходовой части, по большому счету средневзвешенная цифра для всего здесь это плюс-минус 100 тысяч. Ресурс не запредельный, но при этом и не слишком маленький. Как водится, наиболее уязвимая часть это стойки и втулки переднего стабилизатора. Их ресурс может быть очень сильно сокращен в зависимости от ваших водительских привычек и качества дорожного покрытия. Радует одно. Подвеска ГИЦа недорогая в обслуживании. Детали стоят недорого, плюс есть большое количество деталей-заменителей. Те же шаровые опоры вполне посильно выпрессовать из рычага и поменять на недорогой аналог. Рулевая рейка на этих автомобилях гидравлическая. Соответственно, у нас есть и насос ГУР, и шланги высокого давления и обратки на сухость которых обязательно стоит обратить внимание при осмотре автомобиля. Что касается антикоррозионной защиты днища, у ГИЦа с завода довольно неплохой слой антикора, который в данном случае находился на лонжеронах кузова и на полу, причем вплоть до центрального тоннеля. Защищены были также и пороги. На этой машине 2006 года мы видим, что со временем часть антикоррозийного покрытия, в общем-то, кое-где растрескалась и покинула кузов. Но при этом никакой коррозии в этих местах наблюдать особо не приходится. Ну а в задней подвеске все совсем просто. Самая обычная балка с двумя сельвентблоками, ресурс которых, конечно, не 100 тысяч километров, ходят они подольше и до пробега в 200, как правило, менять их не придется. Также втулки на амортизаторах, ну и пружины. Собственно, все, выходить из строя по большому счету нечему. Кстати, тормоза на ГИЦе в нашем случае дисковые в круг. В задней части кузова также большое количество заводского антикора на нише запасного колеса. И даже усилитель бампера в нашем случае практически не имеет никакого ржавого налета. Общий итог по Hyundai Gets будет следующий. Это очень простой, в том числе и по конструктиву, и на самом деле надежный автомобиль. Да, архаичный, да, в чем-то аскетичный. Но если вы ищете для себя именно леворульную автоматную малолитражку с небольшими внешними габаритами, в принципе, Hyundai Gets вполне может вас устроить. Самый основной момент – это кузов. Постарайтесь найти максимально небитую и, конечно, нержавую машину. Что касается технической части, практически все, что можно отремонтировать в Hyundai Gets, а этих вещей тут не так много, стоит не таких больших денег. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы накатали не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть чем с нами поделиться, в чем нас поправить и чем нас дополнить, пропишите все в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо за просмотр, до новых встреч на канале. Пока!